Мои дорогие, всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет видео распаковка. Вы уже поняли, с какого магазина, с интернет-магазина Золотое Яблоко. Это моя очередная покупка, вслепую, кстати, покупка, я вам скажу. Но я помню, что, по-моему, если я не путаю этот аромат с другим, то я его как-то тестировала в Золотом Яблоке, мне он понравился. Но это было довольно давно. Потом был какой-то момент, что все разговаривали об этом аромате, говорили, что он такой классный, шикарный. Но я как-то, знаете, потом хотела еще перетестить его еще раз в Золотом Яблоке. К сожалению, не было тестера. И я думаю, ну ладно, в следующий раз протестирую. А тут я сижу у себя в Телеграме, как всегда, в принципе, там 24 на 7. И тут моя парфюмерная подруга Саша, Саша, если мне смотришь, тебе огромный привет, публикует то, что она купила этот аромат в Золотом Яблоке по хорошей цене. И вот такая вот она, кстати, Саша, постоянно меня соблазняет на покупки своими промо-кодиками в Золотое Яблоко и, в принципе, на сайт Литуаль тоже. Я в итоге оформила заказ. Но, кстати, забегая вперед, опережая комментарий, могу сказать, что это никакое не сотрудничество. Потому что Золотое Яблоко, насколько я знаю, не сотрудничает с блогерами. Ну, хотя, наверное, с крупными блогерами, именно не парфюмерными, а вот такими бьюти-блогерами. Я, по-моему, видела Карина Кросс как-то, какую-то коллаборацию с ними делала. Ну, в общем, вы поняли. С такими блогерами, до которых нам очень далеко. Вот. И я покупала, понятно, что за свои деньги все это. И, кстати, у меня даже есть небольшая претензия к магазину Золотое Яблоко. Знаете в чем? Я, получается, оформила заказ. У меня на счету было, по-моему, около 200 рублей. Ну, конечно, мелочь. Но, тем не менее, я применила эти баллы. Я оформила заказ. У меня, получается, карта банковская была сохранена для оплаты. А я нажала все оплатить, ввела данные. И в момент оплаты произошла какая-то ошибка, сбой. И просто у меня заказ слетел. То есть его нигде не осталось. Ни в заказах, нигде. Баллы, соответственно, были списаны. Я позвонила на горячую линию. Мне сказали, что как бы баллы вернутся в течение суток. Ну, я так подумала, ждать я не буду. Еще я зашла в корзину, когда я поняла, что этот аромат уже последний остался на сайте. Я быстро-быстро оформила. Успела последний схватить флакончик. Но потом, как-то еще смотрела, через пару дней обновлялась. Еще пару флаконов было. И прошло, наверное, дня три уже. Да, где-то так прошло уже. Да, три дня прошло. И мне еще до сих пор ничего не пришло на счет. Не знаю, может быть, конечно, сейчас уже что-то и вернулось. Но на данный момент, на момент, когда я снимаю это видео, баллы мне еще никто не вернул. Не знаю, вернутся ли они вообще. Если вдруг вернулись, я вам здесь подпишу. В общем, как бы мелочь, но вот есть такой нюанс. Вот так, в принципе, если смотреть на сам магазин, у меня как-то был нюанс, что мне пришел аромат. Я, по-моему, заказывала метеориты от Герлен. Прям в очень помятые коробки я вам показывала. Я вам об этом сообщила. И они мне прислали подарки. Ну, как такое извинение. Потому что коробка была прям мега помятая, как будто бы ей играли в футбол. Вот серьезно. Так, давайте распаковывать. А то я тут томлю, не рассказывая, что у меня здесь. Композиция классная. И по отзывам, конечно, она такая очень в моем духе. И, как я сказала, насколько помню, я, по-моему, его в актемельком тестировала. По крайней мере, ароматы этого бренда я тестировала. Так, кстати, от этого бренда у меня нет ни одного аромата в моей коллекции. Сейчас вам покажу, что же здесь что. Здесь такая стандартная упаковочка. Так, это, наверное, пустое. Так, и здесь сама коробка. Наверное, подарков не будет, кстати, золотое яблоко. Ну, редко кладут подарки в последнее время, по крайней мере. Да, здесь подарочков у нас нет. И вы уже увидели какой-то аромат. Да, здесь, конечно, ничего. Пустой пакет. И вы уже, да, увидели какой-то аромат. Это Этро. Аромат называется гелиотропа. Я люблю все такое пудровое, с гелиотропом, с миндалем. Это вся моя тема. А по отзывам еще рассказываю, что здесь есть такая вишневая косточка. Но я не могла пройти мимо. И плюс была приятная цена. Также я применяла промо-код. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там тоже периодически делюсь полезной такой информацией с промо-кодиками. Поэтому, думаю, будет вам интересно. Так, потому что, кстати, знаете, я еще заметила пару раз такие комментарии получала, что мне писали, что якобы я как-то обманываю, что на самом деле таких цен нет, как я показываю. Мне, в принципе, врать нет никакого смысла. Просто я, девчонки, мониторю постоянно сайты различные. Соответственно, как только появляется какое-то выгодное предложение, я покупаю. Вот, допустим, я вам показывала недавно, что я вообще за 2 с копейками покупала ароматы, наборы парфюмерные на сайте Литуаль. Применяла различные промо-коды. Я зарегистрировала всю семью, в общем, чтобы несколько раз получить эти скидки. Поэтому, как бы, было бы желание. Так, как оно у нас открывается? Вот так, наверное, просто вверх, потому что вроде ничего не заклеено. Объемчик это у меня 100 миллилитров. Правильно же? 100 миллилитров. Я, по крайней мере, выбирала 100 миллилитров. Здесь я никакой информации не вижу. Наверное, да, по флакончику это 100 миллилитров. Вот так вот это все выглядит. Я, кстати, честно говоря, не сказала бы, что в моем понимании это прям красивый такой флакон, потому что иногда так его описывают, что он такой красивый, резной, необычный. Как по мне, очень такой обычный. Ну, немного вот здесь такие вот штучки. Немного резная крышечка. Но сказать, что прям это вау. Крышка такая не совсем прям легкая, но такая не особо тяжелая. Бывают и потяжелее, и поприятнее крышки. Вот так вот все выглядит. Здесь обычная такая бумажка наклеена. Так, сейчас нанесу его. Я уже вся упшиканная. В течение дня я по 33 раза меняю аромат. В последнее время у меня так много новинок, что я не успеваю все носить. Ммм, как приятно запахло. Так, крышка прям так плотненько одевается. Так, вот здесь еще вот такая вот картиночка. Писано все про аромат. Ну, в принципе, подача такая ничего, симпатичная. Не сказать, что прям вау-вау. Ну, коробка такая плотненькая. Я буду, в принципе, в такой коробке хранить, потому что я люблю, когда такие коробки пятисталы. А по звучанию очень интересно, я вам скажу. Действительно, есть такая пудровая нота. Есть какая-то алкогольность. Как будто бы либо ром, либо ликер. Наверное, больше ликер может быть. Ну, честно говоря, я не разбираюсь в этих алкогольных топитках. Что? Как пахнет, потому что я, в принципе, не пью вообще. Но мне кажется, что, ну, вот прям ощущается такая, знаете, терпкость. И не какие-то прям такие спиртовые ноты, а вот именно такая тягучая какая-то алкогольность есть. Возможно, что-то вишневое, да. Но он интересный. Я прям, правда, чувствую вишню. Даже, наверное, больше вишневую косточку. Такую пудровость. Ну, это такое мое вот первое впечатление будет. Потому что я сейчас буду аромат разнашивать. В дальнейшем, конечно, будут делиться впечатления. Будет он у меня в подборках. Потому что по настроению, мне кажется, он больше на прохладу. То есть в нем есть вот такое что-то теплое, согревающее. На мой взгляд, конечно. То есть это не холодящий аромат, а наоборот такой окутывающий прям. Как обволакивающий. Ну, в общем, интересно. Приятно пахнет. Да. Что-то мне так напоминает прям из детства. И я, знаете, как будто бы в нем даже ощущаю немного каких-то кожаных аккордов. Не знаю, может быть, это идет смешение нот. Но вот есть ощущение прям немного кожи. Ну, правда, как такой укутывающий. Как будто бы обнимающий вас. Ну, вообще, вот такой какой-то ласковый аромат. Что-то в нем такое есть. Потому что он уютный. Правда, такой уютный, мягкий. Мне прям понравилось. Я абсолютно не разочаровалась. Если у вас есть этот аромат, пишите, как он вам. Впечатления, что вы чувствуете в этом аромате. А я в дальнейшем также буду делиться уже такими сложившимися впечатлениями об этом аромате. На этом уже буду заканчивать данное видео. Чтобы оно не получилось такое длинное, затянутое. Не отнимайте у вас много вашего драгоценного времени. Надеюсь, вам это видео понравилось. Здесь вы за меня порадовались. Если у вас есть этот аромат, обязательно тоже делитесь мнением и впечатлением. Всех вас очень люблю. Всем прекрасного настроения. И пока-пока.